Итак, друзья, это, естественно, Grounded. Мы с вами продолжаем в прошлом выпуске. Тут немножечко разжились бронёй. Я вот думаю, сгонять всё-таки за чипом. Вот сюда у нас с вами есть задание. Он там отмечен. То есть мы сейчас с вами смотрим на озеро. А если мы обойдём... Ну, это не озеро, это какая-то лужа. Естественно, для нас, в нашем размере нынешнем, это всё-таки озеро. Так вот, я думаю, если мы сейчас аккуратненько... О, кстати, здесь глины есть. Аккуратненько вот так вот пройдём. Ты что такое? Ты чертополох. То, что нужно. Тут мухи. Подожди. Я могу просто иглы вот так собирать, руками. Мне листы мешаются. А вот они и мухи, те самые, которые мне нужны для того, чтобы создать лук. И иголки, естественно, у нас с вами будут... Нужны для создания стрел. Слушайте, как удачно мы с вами начали сегодняшний выпуск. И рассвет как раз. Пошка пьяная, она пьяная. Она идёт прям ко мне. Давай, 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 давай. Спокойно. Спокойно, Мошенька. Где ты там? Да давай же, господи. Всё, хорошо. Это хорошо, что нужно зажимать, чтобы попить, потому что можно было случайно выпить и, естественно, отравиться. Так, у меня есть верёвки, но... Блин, мне нужно побольше волокна, чтобы создать ещё. Мне этого тупо не хватит. Давайте обберём весь чертополох пока что, вот, ну... Всё, что можем собрать, нужно собирать. Идеально. Просто идеально. Спускаемся. Я не знаю, там, можно разбиться или нет. Скорее всего, да. Иди сюда. Всё зависит от высоты. Куда мушки упали? Вот, вижу. А, в смысле, под землю? Под воду, в смысле. Они упали под воду, вот сюда. Обе мухи. Всё, хорошо. Вода повредила добычу жуков. Блин. Это, на самом деле, безумно круто, но... Ну, то, что это проработано, то, что весь этот мох, он не собрался, он пушок. Не знаю, что это такое, что-то типа того. Не собралось. Это круто, да, безусловно, но... Мне это никак не помогает. Давайте-ка попытаемся, знаете, что сделать? Разрубить траву. Посмотрим, что из этого получится. Или из травы получится... А посмотрим сейчас. Может, и ничего не получится. Ну-ка, схватить. Создать. Здесь есть что-нибудь? Нет, нету, да? Ладно, бросить тогда. Да плевать, этого волокна навалом. Просто нужно вот это вот собирать всё. Вот эту мелочь, которая на земле. Вот ещё у нас с вами... Я не знаю, мне хватит, нет? Здесь где-то рядом, я понял. Ещё одна научная мастерская. Лаборатория. Это с вами создаём. Идём сюда, делаем лук. Стрела делается из пуха клеща. Мне нужно обратно вернуться домой. Весь пух клеща у нас дома остался. Лопату пока что уберём. Хотя, чё нам её убирать? Давайте глину добудем. Я переживал, что у меня здесь будет проблема со строительством из глины. Нет, нет. Глины здесь дофига. Это просто муха? Да. А я ничего не могу сейчас исследовать. Вот это могу анализировать. Ну, просто хотя бы получить очки науки. Шипастая преграда. Это уже интереснее. Окей. Так, глину мы пока что с вами выкладываем. Она нам пригодится, но немножко попозднее. Тебя тоже можно выложить. Это сюда пошло. То есть, куда я положил-то их? Вот они. Есть. Я думаю, что выложить лишнее. Вот так вот. Зачем мне столько с собой, да? Тебя, наверное, нужно пожарить. Идём, готовим. Делаем сразу создать стрелы. Сколько я могу сделать? Вообще-то дофига. 20. 30 стрел, мне кажется, пока что хватит, да? Вполне себе так. И, естественно, убираем с вами всё лишнее. Паутину тоже она с собой не понадобится. Волокно есть. Камушки нужно будет ещё притащить. Ждём, когда пожарится. И отправляемся в путешествие. Еда готова. И вот теперь-то можно попытаться всё-таки туда сходить. То есть, глядишь, может даже кого-то подстрелим по пути. А, просто нужно зажать левую клавишу мыши, скорее всего. Да, понятно. Правая клавиша мыши, отмена выстрела. Волокно нужно, постоянно про него забываю. Нужно немножко тестануть. Тестануть. Ну и ладно, плевать, не будем ничего тестировать. Мы с вами движемся в правильном направлении, пошли. Интересно, как часто глина респаунится. Так, ладно, понял. С чертополохом у нас проблем вообще никаких не будет. Вон он, клещ. Вот на нём можно тестануть. Жёлуди. Психованные, блин. Воу. Бежим. Бежим. Там я просто увидел, что личинки есть под землёй. Хотел собрать. Как понимаете. Не срослось. Нужно собирать обязательно камушки. Все собирать. Это нужно для строительства будет сейчас. Чтобы можно было построить фундаменты. Но. Чтобы их построить, мне также понадобится здания выучить. Они довольно-таки дорогие. Так, где это было? Левее вот туда. Ну ладно, надеюсь, прорвёмся. Где-то лаборатория. Вон она. Неплохое такое местечко. Мне прям нравится на возвышенности. Ой. Клещи, что ли? А, не клещи. Эти самые, как их. Ну, понятно. Забыл. Клопы. Клопы. Негабаритный груз и вонючий. Так, подожди. Задание Бругла доступно 2. То есть мы можем сейчас ещё взять 2 задания. Рыжий муравей рабочий 7. Дощатый утёс исследовать. Хорошо. 1700 у нас с вами имеется. Здесь что это такое? Для осмотра ресурсов. Понятно. Ой. Бежим. Бежим. Это чё такое? А. Просто вот мы-то в землю. Уже меня преследуют, да, наверное? Не знаю. Вон он. Всё хорошо. Полевая станция здесь. То есть нам нужно пройти через неё аккуратно и попасть вот сюда. Я думаю, это должно быть вполне себе так возможно сделать. Да ты чё, с ума сошёл, что ли? Вносились, заканчивается. Так, здесь у нас с вами стоит какое-то устройство. Комары. Нам нужно правее взять. А расхищение могилы это конкретный какой-то? Скорее всего, да. Просто. Где он? Здесь ничего интересного. Хотя, может быть, что-то из этого можно срубить. Ну, в общем, нам туда вот. Пытаемся дойти. Будет досадно умереть. Там разлом, что ли? Нет. Нету здесь разлома. То есть, чтобы туда попасть, мне нужно каким-то образом перемахнуть на эту сторону. Возможно, где-то есть проход. Так, паутина, это нехорошо. Но здесь везде показано как раз, что здесь стена. Или вот тут можно пройти. Так. Черника, точно. Черника, я вспомнил про неё. Так вот, где это место. Ладненько. Это на самом деле... Это отлично. Мы можем её сбить, по идее, да? А потом... Забрать это добро. Ягоду рубить нужно её. Отлично. Отлично. Как видите, большое количество... Глины. Я не знаю, вот этим можно как-то, нет? Оу. Здесь заперто, наверное. Заперто. Но вроде на каком-то... Чёрт, я тебя вижу. На ветке какой-то был доступ. Не доступ, а лаборатория. Вроде да. Не знаю, насколько опасно вообще здесь находиться. И не зря ли я вообще сюда пришёл. Потому что пауков, защищающих это место, действительно очень много. Наверное, немножко рановато, да? Но из ягод я помню, всё-таки что-то крафтилось. Вон, видите? Вот здесь вот. Так, как мне туда забраться? Блин. Чёртовы пауки переградили дорогу. Я могу, конечно, попытаться пострелять в него, а там забраться куда-нибудь, не знаю, на каком-то стебле или ещё что-то типа того, да? Вот эта штука нужна. Пучок одуванчиков, поместить его в слот для снаряжения. Я помню, что он нужен для того, чтобы прыгать. Вот сюда. Спрыгивать точнее. Давайте еду соберём. Хотя бы какую-то. Нет, ну они прям жёстко переградили дорогу. То есть, видите, один паук здесь стоит, другой паук там стоит. Фиг ты пройдёшь. Там что-то валяется непонятно. О, в смысле? Стоп. Я могу здесь как-то, наверное, подняться. Ха-ха. Обломитесь. Пучьё. Так, а вот теперь... Да, здесь и раньше было много пауков. Ну ладно, нам нужно идти попить. Мы сейчас просто начнём умирать. Бог с ним, это не то, что нужно. Мы туда не попадаем. Ну то есть, наверх-то мы попадаем. Только нам это нифига не нужно. Да, нормально. Посмотрим, что мы с вами в итоге принесли. Что у нас есть полезного. Так, да. У нас есть полезное. Нам просто нужно... Я частично выложил вещи. Нет, положил наоборот в себя. Так вот, нам нужно вот это исследовать. Анализировать. Властелин изгороди, ягодная кожа. А из ягодной кожи что можно сделать? Ягодная кожа второго уровня. Теперь идём быренько её исследовать. Анализируем. Насекомый молот. А вот это интересно. Стоп. И вот, если не ошибаясь, при помощи как раз насекового молота, мы с вами сможем раздолбить там... Гранит или что там было, да? Нам нужно 4 кожи. Это что такое? Часть клопа. Кипящая железа. Я думаю, что клопов можно, в принципе, с лука расстрелять. Мы должны с этим справиться, так или иначе. Это не такая большая проблема. Самое забавное, из-за того, что мы с вами построили в такой опасной зоне свой дом, нам сейчас будет очень просто найти всех этих жуков. Главное, с ними справиться. А где они? Здесь был один, я точно видел. Вон он. Попаду? Нет. Хорош. Этих я помню. Уносливость. Живем. Тут главное не увлекаться, то есть... Следить за выносливостью и следить за его задницей. Только поднялась, нужно сразу мансить. Потом все это собирать сейчас придется. Давай. И... Жучок готов. Муравей. Это все мое. Сколько? 56. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Это у нас... Только без вас, пожалуйста. Не нужно, не нужно, не нужно. Давай попробуем забить. Темно, конечно, но ладно. Она прыгнет. Как видите, примерно та же самая история. А с гусениц что мы с вами получаем? Вот это я не помню. Ха. Уносливость. Уносливость. Да ёп, рассатейка. Есть. Шип гусеницы, кислотная железа. Нужно все исследовать. Давайте-ка, у нас мясо есть какое-нибудь? Нет? Инвентарь. Сейчас мы с вами проверим. Зажигаем. Нет, готовить нечего, ладно. С утра разберемся. Не кисло так? Часть бомбардир анализируем. Чучело, сушилка, насекомое... Насекомий топор. Че так мало, а? Странно. Дальше у нас идет кипящая железа. То, что нужно. Трофейная. Это плевать. И вот эта штука. Жидкая ярость, лезвие гусеницы. Ну-ка, стоп. Лезвие гусеницы. Что мне еще на него понадобится, кроме дофигни? Лезвие гусеницы. Вот она с вами. Быстрый лезвие из зазубренных лишней гусеницы, отравляющая при ударе. Нужно две ле... И челюсти. Кто там ходит? Я кого-то вижу. А, боже, коровка, ладно, плевать. Время сейчас 20-26. Проснемся в темноте, говорит. Ну, в принципе, без разницы. Давайте поспим. Жучиная резина. Это где? Это здесь где-то? Это чуть позднее. Жучиная резина. Сделали. Исследуем жучиную резину. Странно, но это где-то используется. Просто у нас уже, наверное, есть этот рецепт. Ласты из плавников. Сферический шлем. Фонарь из слизевика. Светлячковый налобный фонарь. Стоп. Фонарь из слизевика. Это что-то прям крутое. То есть, скорее всего, он не будет тухнуть. Ну-ка, посмотрим. Насекомый молот. Это мы сейчас с вами сделаем. Кипящая железа есть. Это соберем. Вот за этим сейчас отправимся. Нам нужен воск. Листа кувшинки. Для этого нужно листок кувшинки. Собрать их нужно. Что у нас по стрелам? Так, это все нужно вообще-то убирать из кармана. Я что-то тут набрал случайно, видимо. Переложил все это сюда, да? Яй-яй-яй-яй. Меня здесь нету. Ну что, сходим до клопов. Посмотрим, насколько они злые. Они злые. Сделать маску я могу. Создать броня. Противогаз. Что нужно? Шорстка. Носик. Грубая веревка. Часть клопа. Понятно. Нужно хотя бы одного завалить. Короче, с клопами на самом деле, я думаю, никаких проблем особо не должно быть. Они большие и неповоротливые. В том плане, что их очень легко зацепить обо что-нибудь. Сейчас попытаемся провернуть. Видите, вот здесь дырочка такая. Я не знаю, получится ли нет. Блин, только тебя не хватало. Прыгай. Че? Какой-то бред. Попасть не могу. 80 стрел. Стоп. А, это просто камень. Ну, давай еще раз. Вот сюда, друг мой. Вот сюда. Ну. Видите, он не может из-за листочка пройти. То есть, он в принципе меня видит. Я его расстреливаю. А пройти он не может, чтобы прыгнуть, атаковать. Так было всегда. В принципе, такое же можно проворачивать с пауками. Но у пауков есть там еще всякие хитрости. Они, то есть, не знаю. Ну, порой отбегают все-таки. Если долго тебя достать не могут. Но здесь мы совсем близко к нему. Поэтому, мне кажется, он закупил по-жесткому. А так нам нужно убить только одного. Дальше мы с вами делаем из него, как он называется, противогаз и все. Забираемся куда-нибудь. Всех остальных будем сверху расстреливать. В будущем, я думаю, мы и вблизи их сможем убить. Просто сейчас у нас с вами не очень хорошая броня. Нормальная, но так, честно говоря, сложновато будет. Оружие хорошее нужно. При помощи нашей пики. Ты сейчас никого не убьешь. Кроме клеща. Стрел стойко летит в разные стороны. Триндец. Очень сильно надеюсь, что сейчас никто мне в спину не нападет. И это будет супер неудачно. Так, как же так? Давай, выносливость. Видите, слева этот самый клещ. Только его мне не хватало. Ладно, плевать, они слабо кусаются. Даже если он упадет, я не буду отвлекаться. Я просто буду расстреливать. Ну! Есть. Пойдемте. Часть клопа. Две штуки. Ну, то есть нам нужно еще как минимум двоих завалить. Собираем все стрелы. Нет? Не идешь ко мне? Нет, мы тоже заберем. Вот она все тут валяется, блин. Так, да, единственное, что я потерялся. Так вот, в принципе, мы с вами также можем убить паука, просто забравшись куда-то и расстреливая его. Но, как я помню, что в какой-то момент времени я научился мансить от них и убивать в ближнем бою. Правда, для этого нужен хороший ножичек. Оружие хорошее нужно. У нас, в принципе, почти все на него есть. Единственное, что нужно найти еще личинок. Они ползают. Уйди, 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 уйди. Не до тебя. Сейчас прям серьезно. Не до тебя. Камушек. Камушек. Есть что-нибудь попить, а? О, отлично. Благодарство. Чуть-чуть. Капелька, но приятно. Кстати, у нас с вами теперь есть лук, и нам совершенно не обязательно что-то там рубить. Если мы видим с вами каплю росы... И в задницу. Блин. Если мы видим каплю росы, то мы можем... Нет. Стоять. Первые из семи. Просто сбить ее при помощи нашего лука, и все. Выстрелить в нее. И, кстати, я бы сейчас не отказался. Воу-воу-воу-воу-воу. Спокойно, спокойно, спокойно. Я бы не отказался. От капельки росы. Кто-то там все-таки ползает. Давайте поедим. Нифига нету, да? Надо было с утра пить. А, черт. Место, в принципе, отличное, потому что можно перепрыгивать, но при этом дурацкое, потому что частенько цепляешься. Как видите, полный инвентарь. Сейчас мы с вами пожарим. Быстренько отлю. Есть. Дальше выкидываем все ненужное. Например, вот сюда. Вот это тоже. Вот, нам с вами вот такие вот нужны кожи-личинки. Газовый мешок клопа имеется. Имеется две части его. То есть, если мы сейчас идем сюда, у нас с вами все остальное есть, делаем шорстка мошки. Не делаем. Сейчас сходим. Это, в принципе, легко. Если не ошибаюсь, мошки вводятся вот здесь вот над... Ну-ка. Да, не показалось. Над вот этой лужей. У нас с вами таким образом и вода, и стрела обратно. Такое небольшое болотце, да? А где эти шипами цветы? Они же рядом с ними тусили, вон. Но. Есть проблема, что они не должны падать в воду. Отлично. Куда? Чего? Блинский. Пожалуйста, стой. Успел. Сложно. Ну, это просто прям сразу в воду, ясно. Мне нужно, чтобы либо они ко мне подлетели, либо вот сюда куда-то. Есть, все хорошо собрали, даже под водой. То есть, там есть шанс, что она испортится, но, видимо, не стопроцентный. Не знаю, почему, но от третьего лица здесь как-то лучше играется. То есть, приятнее, комфортнее. Может, просто привычка противогаз. У нас с вами все есть. Создаем. И теперь мы можем его, естественно, одевать. Но одевается он, безусловно, вместо брони, да? Еще голос такой классный. Ну что, попытаемся. У нас с вами 68 стрел. Давайте создадим еще пару десятков. Но противогаз, он тоже не бесконечный. То есть, это нужно учитывать и... быть аккуратным. То есть, совсем не обязательно, чтобы... Он меня там постоянно настреливал своим газом дурацким. Мы можем... Сейчас, вот сюда, если не ошибаюсь. Мы можем все делать точно так же. Просто отманивать его туда, к лопате. Спокойно расстреливать. Давайте воды попьем. А противогаз нам нужен для того, чтобы... Ну, там, какой-то случайный урон не получить. Так. Я что-то потерялся. Лопата, вот. Божья коровка, вон он. Мы сейчас будем поступать точно так же, как и с тем. Нет никакого резона ловить ненужный урон. Кстати, прикольно, что от первого лица все-таки как будто в противогазе. Есть, отлично. Добиваем. Ладно. Ну-ка. Две части. Два газовых мешка. То есть нам нужен еще один. Давай три части, ладно? Чтобы у меня же про запасы была хотя бы одна или две. Все, пыренько все собираем, друзья. Две части клопа, все. Блин, слушайте, это неприятно, что две части. Что-то как-то мало. Столько геморроя. Все, друзья. Дом, милый дом. Давайте. Мы можем сейчас просто переодеть... Я думаю, что мы его оставим в инвентаре. Не будем его убирать. Штука нужная, штука полезная. Так, мясо. Мясо нужно пожарить вообще. Вот это зажигаем, чтобы свет был. Есть. И, естественно, делаем с вами... Где она, черт побери? Вот. Насекомий молот. А, не делаем. Ягодная кожа, за ней еще нужно сходить. Осадно. Как странно. А где пауки? Хотя, по большому счету, ну нафиг этих пауков. Мне и без них здесь неплохо. А, вон она. Тихо, тихо, тихо. Ну, пошли посмотрим. Вы обнаружили подъем на изгородь. Собираем. Я не знаю, здесь пауки ходят поверху или нет. Не помню. Вот и проверим. Так, провод, провод. Ягода валяется. Ну-ка. Полевая станция. Плюс батончик. Модули игрушечной лаборатории оказались не так хороши, как я на то надеялся. Я думал, что если я спрячу лабораторию в изгороде, то они хоть немного, но будут защищены от моих детей. Но даже эти листья не могут защититься от случайного попадания летающего диска, будь он не ладен. Флингмен. Понятно. Последующие структурные повреждения лаборатории стали словно приглашением для всевозможных паукообразных захватчиков. Моя задумка состоит в том, чтобы переделать ботов Макшок в стражевое устройство. Конечно, временное решение, но у меня нет времени на ремонт. Я так близок к разгадке тайны крупиц знания. Ну, сырой науки. Что там? Дети Кайдзю. Запись. Но это не то, что этот просил чувак. Мы с вами ничего не можем здесь исследовать. 2300 у нас имеется. Каменный фундамент стоит 2500. Факел и задницу. Пойдемся. Ха-ха, он как раз и погас. Давайте аккуратненько сейчас. Я не помню, сколько мне нужно кусочков. Черт, темно тут у вас. Ну, в общем, я предлагаю собрать как можно больше. То есть, прям все собираем, все, что доступно. Я, наверное, именно это и сделаю. Темновато здесь, так что я вас не буду парить. Посмотрим, сколько удаст собрать. Смотрим, что мы сейчас можем провернуть. То есть, в первую очередь, делаем максимальное количество кожи. Ягодное кресло, насекомый молот. Стоп, подожди. Может быть, вот это что-то можно еще исследовать. Что-то же мы не исследовали. Да, точно. Анализировать. Чучело. Клей для починки. Ладно, хорошо. Мы получаем следующее. Нет, не получаем. Мы не уровень получаем. Мы получаем 2500. То есть, мы можем каменный фундамент выучить. Глина и камушки. Все. Найс. Вот, теперь можно строиться. Давайте сделаем еще кожу. Теперь возвращаемся сюда. Делаем насекомый молот. Готово. Мне кажется, восклицательным знаком отмечено то, что не было изучено. Да? Скорее всего, так и есть. Верняк. Анализировать. Гастрокисель. Газовая стрела. Оу. Газовая стрела, это, конечно, мощно. Но нам тогда понадобится большое количество этих штук. Переместить сундук можно куда-нибудь вот сюда временно. Это переработать. Вот. И теперь я здесь могу спокойно строить. Ну-ка. Вот сюда. Это опять же... Стоп. Строим. Это перерабатываем. Да, получилось отлично. Ну вот. И таким образом у нас начинает получаться домик. Давайте смотреть, что у нас там. О. Дорожка из гальки. Просто камушки нужны. Десять камней. Ага, сейчас как же. Фигня в том, что я не могу каменные стены делать абсолютно. Но это досадно. Ладно, можно сделать каменный скат. Чтобы можно было подняться. Почему? Словно наш дом, он должен, по идее, нормально выдерживать любые атаки. Все-таки каменный. И какая-то там трава. Оу-оу-оу-оу. Летает тут. Пугает меня. Таким образом, здесь бардак весь я ликвидировал. И остается просто поставить две стены вот тут. Раз. Какие препятствия? Сундук в смысле? Ну ладно, я его переставлю. Вот таким образом. Хорошо. Одуванчики, вы где? Там одуванчик. Далековато будет. Ну ладно. Да, дом еще, естественно, далек от завершения. Это пока что там условно четыре стены. Две стены, там дверь. И окошко. Здесь можно было, кстати, тоже окно поставить. Ну ладно. Пока что вот так вот. Но зато я уже чувствую себя более-менее в безопасности. Плюс у нас, как понимаете, есть возможность входить через дверь. А не перепрыгивать через стенку, как я вот там все время делал. Ну и все, пока что выкладываем все обратно вот это вот сюда. Досадно, что я не могу стены построить, но скорее всего это можно выучить. Давайте посмотрим. Укрепление базы. Да, вот прочная стена. Ворот чистокол туда-сюда. То есть сначала скорее всего вот это вот, а потом будет камень. Ну что, нам нужно сходить с вами вот туда. Да, там как раз пещера. И в пещере вроде как гранит был. Нам нужно гранит, чтобы создать... Я не знаю, это здесь отображается или нет. Вроде как в верстаках где-то. Вот здесь вот, наверное. Не здесь. Да, вот здесь вот. Вот у нас с вами в самом низу есть кузнечная мастерская. И здесь необходим кварц и мрамор. Посмотрим, что будет там. Кварц или мрамор. Что-то там такое было. Надеюсь, все будет нормально. Нужно будет на обратном пути обязательно мясо собрать и поесть. А может быть где-то капельки вросы есть, нет? Тоже как-то не обратил внимания сразу. Ну ладно, плевать. По свободному месту в инвентаре у нас все нормально. Черт, а вот лещи надоели, заразы. Давай, добей. Унасливости нету. Но с пещерами все просто. То есть мансишь влево-вправо и все нормально. В момент прыжка, естественно. У меня должен быть факел. А, может быть и не должен быть. Потому что скорее всего он сгорел. И я про него совершенно забыл. Давайте сейчас сделаем быстренько новый. Вот такой вот. Нет? Ладно, вот. Ня-я-я-я. Пелевка нужна. Сколько ж можно? Идите нафиг. У нас дофига волокна с собой. Нужно было выложить. Делаем сейчас... Ладно, вот такой факел. О, совсем другое дело. Надеюсь, сейчас здесь больше никого не будет опасного. Хотя, если есть эти вот гусеницы. Или кто там у нас? Личинки, да, ползающие? Вот это я бы собрал. Да, есть личинка. Отлично. И даже не одна. Отлично. Они, видимо, здесь постоянно респаунятся. Все. Мы с вами получаем три личинки. И мы можем создать... Только не здесь вот тот самый как раз... То лезвие. Ну-ка. Прочный мрамор. Собираем немножко камней. И остается только кварц. А вот где он находится, честно говоря, не знаю. Это нужно искать. Но я думаю, что мы найдем. Здесь явно его не будет. А, стоп. О, да я сейчас ушел бы отсюда. Вот и прочный кварцит. Все, запоминаем, как они выглядят. Интересно, зареспауниться они тут или нет. Потому что я думаю, нам так или иначе понадобится побольше. Но здесь абсолютно точно все. Нравится мне наш сегодняшний прогресс. Мы с вами Меджуков забороли и ресурсы собрали. У нас появилось абсолютно все, что нужно. Вот именно уже из такой средней стадии игры, если не ошибаюсь. Кузнечная мастерская. Размещаем ее где-нибудь. Ну, предположим... Вот тут вот. Я не знаю, с какой стороны там что. Ну, посмотрим сейчас. Ладно. Есть препятствия. Да ладно, прекращай. Препятствий здесь никаких нету. Да, плевать, как она выглядит. В общем, кузница и кузница. И здесь мы с вами наконец-то можем улучшать оружие. То есть, например, взять топор. Уровень обычный. Хранилище неподалеку. В пределах есть вещи. Усовершенствуйте свое снаряжение. Откройте особые свойства. Выбрать. Нам понадобится хрупкий брусок. Две единицы. У нас такого нету. Это добро. Интересно. А где... Понятно. То есть, мы просто увеличиваем характеристики и все. А хрупкие бруски пока что непонятно, где сделать и как. Давайте быстренько сейчас как раз проанализируем все. А почему оно? Недопустимый объект? Нельзя. А, окей, ладно. Я себе могу сделать лезвие гусениц. У нас вот как раз теперь все есть. Кожу мы с вами принесли. И, в принципе, здесь все. Каменный кинжал нам прямо сейчас не нужен. Можно было бы тоже сделать. Но вот листок кувшинок понадобится. Хрупкий брусок. Вот он. Осколок хрупкого кварцита. И это для улучшения как раз брони. То есть, в принципе, мы можем сделать два хрупких бруска. Теперь, наверное, подойти сюда. Взять наш новенький кинжальчик. И улучшить его. Урон плюс 5. Прочность плюс 5. Ну, все понятно, как это работает. Окей. И поставить его вместо вот этого добра. Так. Окей. А если сразиться с кем-нибудь с паучком? Каким-нибудь, например. Так, смотрите. У нас с вами вот там паук есть огромный, да? То есть, мы, по идее, можем спокойно его отсюда расстрелять. Я могу перебраться на любое вот это растение. Ай. Аккуратненько. Единственное, что он может со мной сделать, это плеваться паутиной, если я себя правильно помню. Главное попадать. Тих. Но достать он меня здесь никак не сможет. Спарку хэмп. Ну, это ерунда, да. То есть, они стрелы не останавливают эти сетки. Что со мной не так? А, я пить хочу. Не, а вы знаете, небольшой урон наносится, хорошо. Ну, это ерунда. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Это жесть сейчас. Я надеюсь, что... Эта сетка дурачская, она сама по себе сейчас, ну, исчезнет. Ушел нафиг. Там еще мелкий. Фух. Так, давайте-ка съедим на восьмерке. Да. Я думаю, что мы убежим. Ну, просто попить. Все хорошо. Хотя бы чуть-чуть. Да, мы убежали от него нормально. Все, ладно, это я здесь подчистил. Там наверху, конечно, многовато, но плевать. Мы прямо сейчас с вами можем вот паучьи части анализировать. Паучий капюшон, наколенники. Паучий наплечник. Слушайте, а это хорошая броня или нет? Ну-ка, создать. Броня. Паучий капюшон. Нам еще нужен паучий язык, ягодная кожа. Вот она где применяется. Понятно, ладно. То есть кожа-то у нас с вами есть, ее дофига. А вот паучий язык, вот это уже интереснее. Ладно, давайте пока что берем. Это нужно положить, наверное, на быстрый слот. Воу, вот он ты. Я его потерял немножко. А яд на них не действует. Ну, как бы логично, это же пауки. Я бы что-то сам тут зацепился, застрял. Ладно, справимся, я думаю. Тут вроде как во время удара можно отпарировать. Я не помню, вот, ну, то есть, если вовремя блок поставить. Не блок, а вот, ну да. Нажать блокирование удара. Тихо. Да блин! Унасливость. Или он все-таки запрыгнет? Может, не запрыгнет. Ха. Где он? Прямо подо мной, да? Ну, как так-то? Да почему так долго переключается? Ну, это трындец. Просто трындец какой-то. Давай, поедим, восстановимся. Да. Ну, более-менее. Может быть, из-за того, что у меня так мало воды. Уходим. Выносливость. Очень медленно восполняется, скорее всего, из-за того, что воды очень мало, да. Есть, хорошо. Еще часть паука и паутинное волокно. Нам нужно собрать воду где-нибудь. Роса какая-нибудь, что-нибудь типа того. Пить грязную не хочется, вот. И вот там вот, отлично. Да господи, давай. Все, живем. Ну, то есть, мы сегодня реально много всего собрали. Опять же, я думал, что кузнечная мастерская, это немножко не то, чем она оказалась. Мы можем усиливать наш лук и броню. Ой, тихо, 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 тихо. Давай, пожалуйста, успокойся. Можем усилить броню, оружие, естественно, то есть, повышать урон, который они наносят. Но, если я хочу, чтобы у меня было мощное оружие или более мощная там броня, то мне нужно, естественно, более мощные части собирать на нее. Ну и плюс, нам нужно с какого-то паука получить жвало его или что-то такое, язык паука там было написано. Возможно, это имеется в виду вот этого паука забить. Я помню, что я его забивал. Я приходил на верхушку его гнезда. То есть, как бы, далеко, высоко над ним находился. И просто сверху расстреливал это в старом выживании. Вот. Он, соответственно, я что-то не помню, где это гнездо находится. Я думаю, что так или иначе мы его найдем. Или придумаем какой-нибудь способ, как это можно провернуть. Ну-ка, дай-ка бы тебя сейчас... Не сказал бы, что прям какой-то очень хороший урон у этого клинка. Мне надеялся, что он будет посильнее, да и как-то особо отравления на самом деле не вижу. Но есть, но слабенькое. Очень слабое. Ну что, мы с вами сегодня очень много всего сделали. То есть, и базу улучшили, научились делать каменные фундаменты. И новое оружие получили, новые инструменты. Отлично посражались. Я надеюсь, вам понравилось. Думаю, что на этом можно сегодняшний выпуск спокойно с чистой совестью завершать. Следующим продолжим. Нам нужно еще получше оружие. Нам нужно получше исследовать ту территорию, которая... Вот там, где ягоды. Потому что я уверен, что там по веткам можно попасть в лабораторию. Если я все правильно помню. Потому что что-то там было с этим связанное. Но это уже было очень давно. Я совсем это, то есть, на самом деле, честно не помню. В следующих выпусках обязательно этим займемся. На этом пока что все. Если понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Удачи, друзья. Пока. Увидимся в следующем. Субтитры сделал DimaTorzok